Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Марина Викторовна Есенина, художественный руководитель театра «На Соборной». Здравствуйте, Марина Викторовна! Добрый день! Насколько я знаю, вы совсем недавно вернулись с гастролей, которые проходили в Казани. Да, прям совсем недавно, 29 числа, мы вернулись из города Казани. С Казанским театром юного зрителя у нас были обменные гастроли. Мы поехали к ним, играли у них пять дней, они приехали к нам, играли у нас пять дней. Где-то примерно месяца четыре назад мне позвонил директор Казанского тюза Фарь Шамиль Шамсиев с предложением обмена гастролей. Вот так как-то вот очень странно и интересно получилось, что у нас 267 мест, и в Казанском тюзе ровно 267 мест. Хотя зал спланирован совершенно по-другому, он не такой, как наш зал. Наш зал исторически строился, как театральный зал. Казанский тюз располагается на сцене бывшего купеческого собрания. То есть там немножечко другая сцена. Я думала, меньше нашей сцены нет, но оказывается, есть казанская сцена еще меньше. Но мест столько же, сколько и у нас. Мы с большим удовольствием, с большим оптимизмом приняли это предложение, потому как помимо того, что поехать себя показать, это всегда интересно. Конечно же, Казань – это прекрасный город, красивый город, невероятно красивый. Как мы вот выяснили, в Казань сейчас он по туризму занимает первое место вообще в России, потому как там в последнее время происходят разные и российские, и мировые события. Город находится сейчас в постоянном строительстве, невероятно красивый город, особенно центр исторический. Ну и плюс, конечно, это всегда любопытно посмотреть, потому как интересно побывать в тех местах, о которых ты читал когда-то, которые завоевывал Иван Грозный. И, слава богу, нам удалось проехать небольшая экскурсия, у нас была обзорная по Казани. То есть мы успели познакомиться с этим замечательным городом. Конечно, приехали оттуда с самыми положительными эмоциями не только от Казани, но и от казанского зрителя. Мы повезли в Казань пять наших спектаклей. Мы повезли туда два спектакля для нашего, для казанского, ну и для нашего, потому что они у нас идут, маленьких наших зрителей совершенно. Это «Царевна лягушка» уже известная всем. И «Три желания морозка». Вот эти сказки мы играли там. Плюс мы повезли туда тринадцатую звезду, спектакль, который тоже известен. Там мы рискнули первый раз ее сыграть вечером, звезду нашу. И, собственно говоря, не ошиблись, потому как взрослый зритель воспринял этот спектакль невероятно позитивно. То есть зал просто молниеносно в финале вскочил, кричал «Браво!», долго не отпускал актеров со сцены, что, в принципе, было категорически приятно. На следующий день мы этот же спектакль играли утром уже для подростков. Там была своя реакция, но не менее приятная для нас, как для авторов спектакля. Также мы туда повезли «Провинциальный романс», который тоже прошел там с невероятным успехом. Это тоже спектакль, который хорошо известен рязанскому зрителю. Ну и там мы сыграли третью нашу премьеру, потому что две премьеры мы сыграли летом, ночь перед Рождеством, третью премьеру, третий спектакль, скажем так, мы сыграли в Казани. Очень сильно волновались, потому как по параметрам сценическим наши декорации там очень сложно входили. Режим был у нас невероятно жесткий. Мы играли по три спектакля в день. То есть за пять дней мы сыграли 14 спектаклей. Но мы все успели и были, как говорится, вознаграждены. Опять же, ну очень приятно слышать в финале, когда кричат «Браво!» и кричат «Рязань, молодцы!». То есть это всегда как-то приободряет, и понимаешь, и актеры понимают, и весь театр понимает, что все-таки все это было не напрасно. Все эти труды, и бессонные ночи в течение пяти дней, практически бессонные, потому что монтировки шли бесконечно и постоянно. То есть все это внесло определенный позитив, и очень удачно эти гастроли вписались перед началом сезона. Потому что как бы всегда приятно, что тебя оценивают не только себя на родине, но и что, в принципе, ты находишь отзвук и отклик у зрителей другого города, что тоже было очень приятно. Казанский зритель очень любопытный, немного отличается от нашего рязанского зрителя. Не в плохую, не в хорошую сторону, он просто другой. Потому что было очень любопытно, потому что там «Три желания морозка», например, спектакль. Спектакль идет года три или четыре у нас в театре. Я уже привыкла к реакциям, знаю, где реагируют наши дети, наш зритель, а тут пошли реакции в других местах. Я сначала не поняла, думаю, не импровизируют ли там актеры. Нет, там казанские ребятки начали реагировать на совершенно какие-то другие вещи. Ну и также реагировать на те вещи, на которых есть реакция у нас в Рязани. Но меня вот это как-то, скажем, сначала меня это обескуражило, а потом я поняла, что, в принципе, это нормально, потому что в каждом театре есть своя театральная культура, есть свое театральное воспитание. Соответственно, ребята в Казани привыкли к каким-то вещам, на что наши зрители не очень реагируют. И это хорошо, это приятно, это всегда хорошо – проверять себя на новом зрителе. Марина Викторовна, вот когда вы едете на гастроли, чем вы руководствуетесь, подбирая репертуар именно вот для данного города? Ну, здесь в данном случае речь идет о чем? О том, что мы, конечно, очень хорошо понимали, куда мы едем. Потому что это город-миллионник, это столица Татарстана, это город, в котором очень много театров. И мы понимали, что мы выезжаем туда первый раз, то есть мы представляем наш театр там первый раз. Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы показаться там, как говорится, по полной программе. Поэтому вывозили мы туда самые крупные, самые проверенные, скажем так, зрителям спектаклей, не только зрителям, но и определенными конкурсами, для того, чтобы показать, скажем так, в лучшем свете театральное искусство для подростков в нашем городе. То есть поэтому мы и повезли, да, очень сложные для нас, даже говорю, как бы технические спектакли. Вот, поэтому это был как бы первый вариант. Во-вторых, мы немножечко где-то созвучны с некоторыми другими тюзами, потому что спектакли повторяются, да. Мы, скажем, с удовольствием повезли Жениху Бальзаминова, но Жених Бальзаминов у них есть в репертуаре, а как-то по театральной этике не положено так. Скажем, спектакль, который есть в репертуаре, еще плюс привозить, как бы, и нам. Поэтому, то есть мы выбрали, скажем так, то, что на взгляд, там, скажем, мой, являлось наиболее лучшим представительством для нашего театра, и повезли это в Казани. Как оказалось, мы не ошиблись. Заполняемый зал изначально была очень хорошая, то есть у нас, в принципе, нашла где-то примерно 95% к финалу, гастроли, и у нас уже пошли переаншлаги, что не могло не радовать. Ну, и, как говорится, с ночью перед Рождеством мы вообще не ошиблись, потому что там, как Казань нам звонила, мы же были на связь, как билеты продаются. Как нам сказали, ночь перед Рождеством ушла практически сразу в лед с кассы. То есть они чуть ли не хотели нас просить еще, добавить спектакль, потому что зритель приходил и спрашивал. То есть это название еще оказалось хорошим, помимо того, что эта история очень любопытная. И какой-то, конечно, момент того, чтобы представить хорошо наш театр, и момент коммерческого успеха для меня как директора, в частности, театра, он был очень сильно немаловажен. Слава Богу, не проиграли. А вот такой короткий срок гастроли, всего пять дней, это не мало? Нет, ну, дело в том, что сейчас время такое. Сейчас как бы на большее практически невозможно и выехать, потому что, скажем так, это же у нас выезжало 32 человека. Это дорога, это гостиница, это суточные. То есть как бы это, в общем-то, и пять дней у нас по факту получилось плюс дорога там семь, ну, где-то очень около восьми дней вместе взятых. То есть как бы это такое, скажем, мероприятие достаточно затратное. Да-да-да, тем более Казань, это как бы не Орел, не Владимир. И, к сожалению, вот эта практика таких, скажем, месячных гастролей, которая была в советские времена, сейчас она практически не используется, потому что, собственно говоря, это театрам очень невыгодно. К сожалению, к сожалению, да, то есть такая штука у нас происходит. Ну и теперь вы с новыми силами, приподнятое настроение, готовитесь к открытию театрального сезона, который у вас в театре пройдет 17 октября. Чем вы его откроете? Откроем мы 17 октября в 18.30 наш новый 77-й театральный сезон премьерным спектаклем «Ночь перед Рождеством». Приглашаем вас всех на наш спектакль. Он в течение этого месяца будет идти на нас, по-моему, три или четыре раза, и дальше мы его будем достаточно часто показывать. Приходите, посмотрите, оцените наш взгляд на Гоголя. И мы придем, и наши телезрители, я тоже, думаю, с удовольствием придут и посмотрят. Спасибо. Это замечательный спектакль. Большое спасибо, что сегодня нашли время к нам прийти. Ну а с нашими телезрителями мы прощаемся. Желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!